привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу сделать небольшое видео про лук это у нас лук оксибишин и ялтинский красный посеян у меня был в середине февраля то сейчас ему уже больше чем полтора месяца одна стрижка у него была перышки конечно по сравнению с этой стрижкой смотрите на нее опять отросли и заметно утолщились и покажу вам еще этот лук который у был посеян на недельку позже но посеян увидите пореже и перо конечно смотрите заметно толще поэтому если есть возможность сеть его пореже лук и вот в такие глубокие все-таки емкости потому что видео я хочу вам сделать именно про вот эти такие невысокие неглубокие контейнеры у меня вот этот лук который сейчас пересажен в обрезанную трехлитровую бутылку и там дальше двухлитровая обрезана бутылка изначально был посеянут в такой вот контейнер из подмороженного и что с ним не произошло начали макушки сохнуть и желтеть не знаю видно не видно на солнце у нас здесь светит поэтому начали они все сохнуть и желтеть и решил я его позавчера экстренно пересадить именно дать вот объем то есть и объем и глубину потому что корни вот именно когда я пересаживал половинка была земли сверху а весь низ полностью заполнен корнями да это вот прошлом году у меня был выращивал лук порей у у него как-то не такая крепкая корневая система он не опасен был поздно а вот у этого лука локсибишина ялтинского очень быстро развиваются корни поэтому не хватает вот этой емкости и ему еще у нас то есть расти так то было будут в этой емкости целый месяц потому что высадим и только в начале мая или в середине даже то есть как погода какая погода будет так мы будем его высаживать и решил я все таки экстренно пересадить поэтому всем тем кто сеет лук конечно если вы усеете чтобы потом пересадить по отдельности да можно сеть такие не глубокие но если вы сеете именно до высадки потом у вас будет он расти там лучше все-таки выбирайте вот такие вот емкости что они были и глубокие но и широкие здесь важно даже больше глубина чем не ширина потому что поливаем и лук никаких у меня здесь дренажных отверстий нету хотя бы какая-то здесь влага она все но остается мы не можем прямо сто процентов проконтролировать на работе там когда то есть проливаю я весь ком земли а затем он у меня где-то дня два не поливается потом опять его проливаю весь ком земли и то есть здесь какой-то запас влаги все равно будет а в этой неглубокой у нас быстро все испарится ну как бы корни будут страдать сами и лук будет плохо развиваться а все это началось с того что на каком-то канале не помню на каком правда сеяли лук в эти емкости из-под доширака и говорили очень хорошо он растет на думаю дай-ка я попробую раз у людей растет может у меня будет расти ничего подобного все-таки лучше все эти в глубокие емкости это гораздо гораздо лучше если мы его собираемся выращивать в этих контейнерах до самой высадки поэтому мой вам совет все-таки доверяй но проверяй пока на своем опыте не убедишься ну не поймешь наверно но всем тем кому понравилось видео подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч